окей ребят всем привет с вами виталий весело погнали уже прошло чуть более недели после новости о том что то что то давайте вот это последний видос и следующий как натор заблокировал дискорд мы все сами любили пользоваться дискордом это был очень удобный способ связи между геймерами да и не только геймерами дискорд применялся во многих сферах нашей жизни в том числе и в образовании просто использовался как мессенджер для переписок в общем дискорд был довольно удобным сервисом и львиное большинство по смысле пыл он и сейчас сука самый удобный сервис для общения вы понимаете вот он он раун и лучше не придумает никто и тут как бы вопрос либо ркн возьмется за голову свою и все-таки как бы но передумает потому что дискорд как я понял готов идти на встречу удалять всякую но удалив один раз их будут каждый удобный раз когда это будет возможно но по моему ркн заявил что они не будут разблокировать ничего что как бы какая-то одностороннем порядке и если нельзя удалить контент который вроде как бы вы обнаружили и это не влияет нет и это не влияет на что-либо то какой смысл тогда вообще чистить контент если ты когда его чистишь тебя не разбанивают ну то есть какая залупа пользователи дискорда да не только пользователи дискорда многие люди которые даже никогда не пользуюсь дискордом просто в шоке от того насколько это бестолковое и бессмысленное решение я это вообще все к чему вот это блин круто что они во вконтакте уйца вы как бы и сами из меня понимаете вы молодцы вы умные вы понимаете что к чему делается и почему все это происходит но есть определенная часть людей которые искренне считают что блокировка дискорда это вполне правильная правомерная и довольно справедливая решила меня сегодня короче на google митсе позвонили ну надо было пообщаться там по важным делам мы с алиной пошли пиздить алина включает вебку я такой смотрю думаю пиксель на пиксели зум такая же вообще ни одного аналога нормального вообще нет вообще нет кто ж знал то да что причем то чего аналогов нет яндекс телемост а ты слышишь что ты говоришь я хоть и люблю яндекс что такое яндекс телемост что за во первых название во вторых что это вообще игру проблема заключается не в том что там что-то забанили проблема заключается в том что компания в моей стране государственная зашила мне доступ чтобы я не смог общаться с иностранцами это единственно нахуй место где я чувствовал себя полноценным человеком не угнетенным на сейчас куда не зайди недоступно на вашей в вашей стране недоступно там этом но это думаю да их вами ушли ушли по площадка который тут осталось какого-то ну ладно раз осталось он сами класс тени и вот делать то я не понимаю компании тебя как бы забанят удаляй не удаляй контент тебя не разбанят плюс ко всему у тебя есть страна который постоянно там сидит какая-то собака и постоянно выебывается злая такая веркоенность что который постоянно тебя банит постоянно угроз какие-то кидает вы вообще я бы сам взял и ушел бы да пиздишь это нет это правда наоборот нужно какие-то ну понимаете вы же понимаете какая сейчас ситуация наоборот нужно помогать иностранным компаниям для того чтобы другие такие тут государство помогает наоборот понимаешь ну как бы как сказать не помогать там как-то наоборот послабление или счет что-то для развития внутри страны типа несмотря на то что сейчас происходит очевидно когда мы все под санкциями компании которые остаются дать им развития что все такие них так мы же остались красавцы русские блять вот как это должно было работать взять там написать дискорду чуваки давайте нитро продавать через сбп и смешно но вероятнее всего было бы алло дискорд авторизация через госуслуги тогда разрешаем такой заходишь авторизация госуслуг зашел хоп но тогда бы на дискорд все напиздели я бы сам очковал через госуслуги заходить если честно хотя я дискорде ничего не обсуждаю ничего не показываю но я бы но у меня такая напрягла бы очень сильно тем более я как бы хоть мне госуслуги нравятся удобством то что все они там перенесли кое-что меня напрягает в услугах очевидно что но вот так вот везде где-то этот а госуслуги авторизацию вводить это какая-то особенно с учетом того что госуслуги спиздить как два пальца обоссать а если спиздил чьи-то госуслуги все гг короче тебе там те и кредиты он можете кстати учат поспрашивать у кого-то по-любому угнали аккаунт он потом сидел ебаться блять так ты сука если у тебя аккаунт угоняют ты потом в оффлайне идешь разбираться то блять во все вот эти вот куда там этот натыкал то есть ты же не можешь решить весь вопрос дистанционно тебе надо шлёпать в интернете ноешь а когда предлагает о проблеме на массы поговорить по тв то слышишься вован но это же понятно что всем лишь бы карман на тв что остальное соловьев ты имеешь ввиду да не пожалуйста первый канал позовите пойду пообщаюсь блять но не соловьев то есть я сузь я правильно понимаю то есть ты идиот и не в курсе о том что вы к дало запрет соловьеву на то чтобы они пиздели что-то лишнее то есть ты не в курсе ты просчитался но где лишние это инсайдерская информация конечно так там инсайдерской информации знаешь сколько как так выходит что инсайдерская информация она они знают вообще все практически если об этой инсайдерской информации знают все то это не инсайдерской информации получать на днях я наткнулся на одно видео под названием зачем вы врете на тему блокировки дискорда если коротко то в этом видео начинающий ютубер пытается объяснить людям о том что блогеры врут и не замечает тот факт что дискорд ведь реально нарушил закон ну там же нашли 947 запрещенных материалов чел максимально пытается оправдать и доказать то что блокировка был не интересно посмотреть 947 запрещенных материалов где наверное 900 из них будет фури порно вполне законная и это правильно заблокировали дискорд я уж подумал вот он вот он интереснейший контент для моей интересно они читали как как они считали ну то есть как вот что в моем понимании дискорд да то есть давайте подумаем поразмышляем с вами 947 чего они нашли сообщений или каких-то постов которые даже не писать дискорде скорее всего сообщений потому что в репортажах на первом канале показывались именно сообщений 945 сообщений потому что одно из них мы видели это якобы на в жопу первое и второе хочется маленькую вот это вот узенькую там вы поняли которое было написано сегодня на момент репортажа на первом канале удивительно да докажите что это не они написали ребят я очень много в дискорде писал что я кого-то в жопу возможно там мои сообщения даже были где-то но это не значит что я гей это 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 мой негатив в сторону человека типа един тебя в жопу и все типа а то есть значит бля ну ты по такой причине конечно мне это самое тут тут сухой ряды и аудитории я уже потихо начинаю готовиться к ролику и тут не скидывают еще одно но более популярное видео от малоизвестного для меня лично блогера смайл фэйс в котором он смотрит ролик дэдпи 47 и как он сам пишет крит жуют его аргументов против блокировки дискорда это видео я посмотрел до конца послушал все его аргументы за блокировку дискорда молодец кстати отзеркалил чтобы не страйканул этот зору и после просмотра я понял откуда растут ноги вот у этого видео все аргументы за блокировку дискорда который я услышал в этом большом видео абсолютно полностью дублируется вот в этом маленьком видео я подумал а зачем мне смотреть этот маленький ролик как-то его разбирать если в море есть рыба покрупнее причем чтобы вы знали вот вот этот дискорд все у которые мне спамят ссылками на серваки кидают какую-то запрещенку у них аккаунты отлетают моментально я сука лично там репорчу у ебанов которые сидят там их страдают вот но я реально вот я даю вот так кладу руку на сердце я репорчу в который их хуярит нахуй там я думаю а тут просто нашли неудаленные за 24 часа материалы и все получается но вы же понимаете что ни одна компания так оперативно не может это удалять нужно вводить технологии которые будут отслеживать каждое сообщение получается так это ни одна площадка так не может среагировать даже твич вон не так быстро банят как хотелось бы тут есть купор нуху иногда подрубают хотя она сама правила нарушаешь упор нуху нельзя как бы но это три часа чел устримил эту хуйню там реально кто-то кабана в жопу три часа а потом забанить или от которой растут все ноги если вам было интересно а как думают люди которые поддержат все блокировки дискордов и других соц сетей в россии то сегодня ребята вы про это узнаете и также я вам коротко это кстати те люди которые пользуются какой-то там гражданин приложением порядочный что ли какой это вот те люди самые это те люди кстати еще которые видят где-то радугу и такие ай пусть запретить небо сажу активный гражданин приложение да 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 это те же самые люди как сейчас можно пользоваться дискордом без всяких vpn все благодаря программе лагу фаст гейм бусте 15 батюшки такой логике что не хочу идти туда а хочу туда все что тебе остается это ныть для детей сои в хотя бы что-то сделать так хочу в смысл я не поймаю телик не телик ты же понимаешь что типа ну на телике тебе не дадут пиздеть все что ты хочешь тут надо всем пованивать поэтому как бы я и говорю мы типа поэтому пишем петиции но я его чуваки мне кстати такое ощущение что для роя я ничего не напишу уже потому что ребята пропали чтобы мы петиции с вами собрали она туда в думу прошло потому что мне по отзывам сказали что эта штука реально работает а есть один варик это что федеральный портал проектов уже запутался этот или рои какой работает хотя бы походу не этот раз вот блять ты в чат это кинул это он упал сейчас мне еще притянут что я тут специально это все ломаю чё это федеральный портал проектов а чё он чем занимается бля нет мы не узнаем короче ладно короче голосует против того чтобы ркн не блочил все подряд сам по себе да а как проголосовать если он упал очень много стримеров сказали что они бы тоже пропушили голосование вот эту вот штуку в рои которую мы бы отправили среди своих зрителей для начала давайте погружу вас небольшой контекст вообще всего происходящего ну вдруг вы не в курсе что происходит блогер dp47 снял видео где он высказывает свое мнение против блокировки дискорда считая что блокировка дискорда это абсолютно бессмысленное решение но и все популярные ну и довольно правильный тайки с его видео и своему мнением я абсолютно полностью согласен его мнение отражает мое мнение ничего уникального или сверх нового он не сказал абсолютно идентичное мнение большинству что бл哥ка дискорда это неправильное решение и нахуй мы вертели вообще русском надзор с его блокировками и так далее думаю что у каждого из вас плюс минус похожая позиция но герои нашего сегодняшнего видео абсолютно противоположная позиция потому что по его мнению дискорд абсолютно правильно заблокировали в россии на протяжении всего часа герой сегодняшнего видео смотрел ролик дэдпи 47 и не понимал а почему почему он играет в call of duty там что-то же ему не нравится то что дискорд россии заблокировали если вы подумали что в этом ролике я буду как-то подлизываться к дэдпи 47 стать на его сторону пытаться его оправдать это не совсем так я не буду естественно врач я его не смотрю нет конечно это дед играет а он смотрит а вот такой не играет довольно популярный интересный чел но не все ролики которые он снимает мне нравится не все что он высказывает мне также по душе во многих моментах я с ним категорически не согласен у меня есть ему большие вопросы по некоторым моментам пол давай уже чем там пиздит ну но с конкретным роликом я с ним полностью согласен как и в принципе большинство адекватных людей сколько ты пять минут пиздишь уже давай к сути сука что он высказывает своем ролике про дискорд это общее мнение большинства адекватных людей сейчас море ты второй раз говоришь уже и по сути данный бандит маски пытается нам всем объяснить и ответить на все наши аргументы просто он то делает череда пи 47 и давайте мы начнем что смотри какой прикол и к н против всяких нету баня то если по логике подумать у них немного больше всякой хуй тена на сайте по их логике чуть под месяц они должны себя въебать тебе когда больше 16 лет исполнится приходи в чат с ним по порядку что я себя вообще представляет данный бандит в маске как я разобрался это прям вата ватная отрицающая все западная но все что русская это правильно и хорошо и я даже не удивлен что данный индивидуум оправдать блокировку дискорда так а чё он это микрофон иностранный какой-то пусть выкинет хуй компьютер свой выкинет на эльбрус пересядет интернет отключи он тоже не русский кстати для всегда забавляет вот эти вот смешные анда и вообще всех сервисов которые заблокировали в когда что-то вот прикольно это я буду пользоваться иностранные линии youtube тоже не русский кстати о чем туда это запустил дача он на youtube запустил на vk какой-нибудь дропнул чуть и главным его аргументом за блокировку дискорда это то что дискордом здесь а есть ощущение что это станислав девяткин который ебанулся на голову а потом кску за блочит потому что там можно играть так уже пытались понял было короче был турнир где сделали симуляцию метро московского и там нужно было короче ну кс к режим типа закладкой бомбы и это поняли там тоже пытались отгибать действительно пользуются разные люди и некоторые из них действительно распространяю карта сушу я материалы ну потому что люди которые пользуются дискордом это тоже я тебе открою маленький секрет можно пользоваться исключительно как способ связи можно сидеть в различных тематических сообществах можно заниматься там всякой нелегальной хуйни через дискорде ну там по-любому тоже зрители будут какие-нибудь служить молодняк можно использовать его по-разному с этим весьма сложно не согласиться потому что и вправду дискорде могут здесь люди с максимально ужасными побуждениями и целями но такое есть абсолютно в каждом сервисе для общения будь то телеграмм вк ватсап да вообще все что угодно и с этим я сегодня пошел на сдэк почту чоки я впервые увидел женщину она была взрослой который на своем телефоне зачем-то включил фронталку посмотрел на себя вот так типа божия самый ты блять ну в каком я в рамен как живу тут каждая женщина так себя ведет типа я самая ну короче не в этом прикол потом стоит берет закрывает вот сап вот так слайдом вверх потому что iphone и заходит вайбер это первый человек который своими глазами задокументировал который зашел вайбер этим кто-то пользуется он сам соглашается в этом видео и во вконтакте и в дискорде и на ю тубе и где угодно на любом крупном ресурсе есть какое-то количество в телеграме уж тем более запрещенной информации запрещенных видео там с чем угодно и и так далее и вот здесь как по мне начинается самое интересное для бандит придерживается официальной причине блокировки дискорда вот мол в дискорде было около 947 противоправных материалов дискорд их не удалил за что и получил бан а я проговорил про вебку дискорд это как и любое сообществе в нем могут быть материалы любого характера и соответственно ну если там есть вещи которые запрещены законом российской федерации оба нет вот и все но как мы знаем из различных прошлых новостей как говорит даже сам дэдпи своем ролике дискорд всегда шел на встречу русскому надзору и когда нужно было он действительно находил противоправные материалы и их ам включи это происходило всегда эти новости есть в открытых источниках у них разные даты что одна я не договорил я слышу такой голос я сразу понимаю додик его слушать не надо чай что админы дискорда чистили неподобающие сообщения материалы течение многого времени тогда вопрос почему если дискорд реально подчиняется законам российской федерации и выполняет требования дискорда его все равно заблокировали ответ меня просто убил я не шучу друзья это реально его ответ на похожий тейк ролики дэшпи те кто сейчас пытаются как-то оправдывать русском надзор говорят о том что ну дискорд не выполнял их требования и типа дескать вот они можно соблюдать российское законодательство только вот суть в том что они его соблюдают и еще в марте была новость о том что дискорд по требованиям русском надзору я чё нормально на если серьезно то дальше он пытается это как-то оправдать тем что дискорд выполнил лишь вот одни требования а другие требования он уже не выполнил ну если дискорд выполняет одни требования но не выполняет другие так как мы смотрели у поинта вот эту чушь что youtube выполняет а 54 процентов требований роскомнадзора ну да но получается остальные там 46 не выполняет в чё тупые платформы должны выполнять сто процентов требования государства 1 платформа должна выполнять любые требования государства очень интересное заявление а то что некоторые требования от нашего государства порой бывают слегка знаешь конченными и очень часто эти требования нарушают моральные какие-то принципы или нарушают международное право их тоже нужно выполнять да блять иди нахуй вообще ля бандит очень любит да не но как бы тейк понятен че справедливости ради наверное наверное должно выполняться сто процентов требований и как бы ну конченые требования возможно есть но как бы для роскомнадзора важно чтобы ты реально сто процентов выполнял они 50 но тут проблема в том что дальше будет еще какие требования и но просто это не очень сильно стакается просто в к представьте в этот момент у которого ничего не требуется блять вообще вот и все типа а до тех пор пока ну вот там ничего не работает вообще что-то требовать блять ты ты не имеешь права просто это дело это использовать этот прием в общении если какой-то аргумент он не может парировать то он отвечает либо в чё тупые либо выбирает тактику вот ибо аутизма говоря о том что а вот сша тоже есть законы а вот на ютубе тоже есть правила которые нельзя нарушать значит антивирусную систему каосперский я тебе хочу сказать что есть вот например ты говоришь зоров сша до типа который нельзя на нарушать я те вот просто пример поставлю и скажу вот и это отдельное государство вы когда-нибудь видели уй чтобы площадку забанила к аккаунт президента вы на тот момент потому что он какую-то пизданул что нарушила правила площадки трамп там что-то про капитолий пизданул его твич такой под маской прячет я я вообще вы выполн я думаю это что нахуй такое полностью в америке можно блокировать ну они же заблокировали если не путают касперский же еще чуть ли не пару лет назад как забанен был штатах из-за того что это российская система ну да так можно типичное поведение ватана не можешь парировать атаку и скажи что в сша все еще хуже и он это делает на протяжении все да и пошли они на блять что мы должны также делать что ли это они виноваты что они забанили касперский это они дал бы не попробуют нормальный антивирус возможно как вы понимаете я блять правда не пользуюсь вообще некий ничем я ничем не пользуюсь этот антивирус нужен я о нем вспоминаю когда у меня какая-то я вместо я ру открывается когда залупа я такой а такс я это не прописывал на время скачать антивирус всего часа не ну понимаешь но ты-то хаваешь это говно когда запитиваешь себя слова по типу экстремизм в ролике что youtube тебя пессимизирует ну потому что вот такие вот правила и ты такой ну когда youtube от меня это требует я так о чем он вообще говорит если тут проблема в том что youtube просто метку 18 плюс кидает что режет просмотры как бы пиздеть слова можно по моему насколько я помню я это захаваю потому что это другое это не русском надзор то что youtube таким образом защищает своих детских пользователей что этот не тот контент на который нужно засовывать рекламу это ты прекрасно понимаешь этому следует позволю себе дать ему ответ на претензию мол мы говорим о том что не все требования которые выставляет rkn дискорду и другим платформам необходимо выполнять потому что как по мне они абсурдные и тогда почему же мы подстраиваемся под правило того же ютуба или твича ведь допустим на твиче есть правило не говорить слова на букву n или п действительно это правило твича которые нарушать нельзя но понимаешь голова в маске что если какой-нибудь стример скажет на твиче какую-нибудь запретку то никто не заблокирует всю платформу заблокируют конкретного стримера нарушившего правила формы также и на ю тубе он придирается дэдпи что тот запикивает слова терроризм и экстримизм якобы виде здесь противоречия мол смотри ты дискорд оправдываю что он не все выполняет но почему тогда ты сам выполняешь все правила твича и ютуба но видимо он не в курсе что за подобные слова youtube тебя не заблокируют а уж тем более не заблокируют никто платформу целую просто есть триггерные слова из-за которых у тебя на ю тубе на видосике будет желтая монета из-за чего видел еще я только что сказал то же самое ну ладно я сказал про 18 плюс но монетка тоже желтой будет а это значит монетизация не будет идти продвигаться гораздо хуже и это никак нельзя сравнивать с тем что дискорд не удалил там каких-то 900 придуманных сообщений и его блокируют в целой стране кстати возвращаясь к этой причине проблема то в чем роскомнадзор должен как влиять он не должен всю площадку он должен обратиться к площадке что такая так поэтому такая-то залупа будет заблокирована и банить конкретные ссылки на материалы любой материал он имеет свою ссылку уникальную но зачем это делать правильно допустим любой стример который тут собирает там ну вы поняли куда забаньте его все он не будет доступен на просмотры там на территории рф зачем банить всю площадку здесь есть шеф который не собирает меня них хуй вообще давайте представим что его мнение поддается хоть какой-то логике так вот точечно можно ебать и нахуй проблем никаких нету в дискорде там какой-то есть сервак сраный который там нарушил какие-то правила забаньте его все туда никто не зайдет и того получается допустим чаки я не думал что сейчас какую-то свою выхожу но в каких-то странах лгбт запрещено сервак который нет но не имеет отношения к территории российской федерации к примеру почему дискорд должен выполнять и блокировать этот сервер который даже не рассчитан на территорию рф блокировать удалять у его потому что он нарушает если каждая страна будет требовать удалять то что ей взбредет это вообще-то до них не останется блять почему блять и мы что лучше других стран безусловно моя страна лучше всех в мире но как бы в правовом поле мы все равны и каждый будет пиздеть удалите это удалите это и того что мы будем иметь никаких мемов ничего будем сидеть и все буквы тоже писать я уважаю чужие традиции я там ну как бы это ваше право там и законы уважаю чужие блять типа когда в какую страну лечу я всегда знакомлюсь что там за законы но сам факт если каждая страна будет требовать что-то удалять из общей сети не прикрывать требовать прикройте этот контент отребовать удалять у всех блям и его реально платформы должны выполнять сто процентов требования государства вопрос 947 против запретите ему интернет кто-нибудь пусть не выходит потому что я считаю те кто что-то там говорят 3 что-то заблокируйте я ранимый ум я сейчас это все буду делать отключите им интернет и всем пусть не пользуются мало ли что на сообщении которые вот якобы он не удалил они вообще существовали хоть когда-нибудь хоть кто-нибудь и вообще видел ну серьезно какой я говорю я предлагаю закон законопроект если я стану каким-то шишкой какой-нибудь внутри чё я сделаю я сделаю локальный интернет я выкуплю очень много количества и ну и всяких серверов у какого-нибудь селек телем наши сервера дорогие блять антидос там миллиона два стоит на сервер поставить ух так вот выкуплю все сервера на селек теле разверну там свой интернет и скажу вот роскомнадзор блокируйте все что хотите вот ваш интернет вы там можете чего угодно делать нормально я придумал слушать это но ты загибаешь ты как страна не должна банить это это проблемы самой сети в сша были сенаты где также ебали крупные сети но за дезобъективность арка nsvk согласен тоже имеет место права конечно мнение уже не обязаны нажать поднимать сознательность нации учить население воспринимать информацию по эрель на с малых лет должно быть воспитание подготовка к сети а у нас просто блокнуть убрать сглаз гы-гы да согласен тоже в какой-то степени но мне кажется этим должны вот уже же вели этот урок разговор о важном туда и это это или на информатике у нас же чё на информатике до сих пор эти биты в байты переводят какое-то надо уже гигабайты в терабайтах исчисляются они со своими бит вбиты ку это вообще знать я не понимаю паскали эти саны и кто ими пользуются вообще вот там пускай обучают интернету посмотри на это со стороны пошли на то и т.д. это норм практика когда страна вводит ограничение на какой-то продукт надеюсь когда одна страна уже закончится мб что-то поменяется на самом деле да вы в курсе сейчас что происходит у нас же нету брендов иностранных с авто и у нас одни китайцы что делает наше государство вы в курсе да типа я тоже это говорил хочу проговорить вводит дополнительные абсцзы на таможню причем с чуваки сейчас растаможить тачку которую ты забрал сам из-за границы какой-нибудь volkswagen нормальный какой-нибудь mercedes бмв какой-то он выходит тебе просто неебических денег не дай бог ты там себе три литра хочешь двигатель будь готов два мульта еще сверху отдать это что вообще и с каждым годом все хуже и хуже цены растут понимаете что у нас уже старая машина уже не такая старая становится подняли для ооо для частников такие же условия это подожди гудоков это еще дальше будет до двадцать восьмого года будут дополнительно вводить и до физов тоже это дойдет а как на на оошников и на на каких-то типов это ввели а кто из нас вы сами поедете машину забирать я не умею мне проще какую-то компанию обратиться сказать мужик довези машину бля я не не ебу как это чтобы вы знали я купил себе дочь почему нам всем детям 2000 я купил себе дочь послушайте внимательно мужик аукциона я купил его за три миллиона рублей три миллиона рублей мне стоила машина появлялась кадра беру окей с америки доставить ее сюда стоит ну окей миллион рублей 4 растаможка и утиль сбор составляет три бульта цена машины я вот этого не понимаю это как-то вообще тупо сделано вы вы согласны или нет почему я должен платить утиль сбор дороже за то что там объем двигателя большой или сил больше я же уже на территории рф плачу налог повышенный за это более того мади вот это вот тема который или как она называется который забирает машину на эвакуатор мать чтобы вы знали не занимаюсь политикой я просто рассказываю что за типа я не занимаюсь политикой бля не шарю нахуй забирают твою машину приезжаешь ее забирать с площадки а те говорят а сколько у вас сил а ты такой а какая разница сколько у меня сил и горит нет это важно ты называешь сколько у тебя сил они тебе говорят с вас 15 тысяч но если ты сказал что у тебя хендай соляри 120 сил 1 и 6 эвакуация твоего бы автомобиля стоило 4000 рублей понимаете о чем я я не знаю от сил он тяжелее становится я понимаю если бы они еще как-то аргументировали это у вас тяжелая машина она весила 4 тонны вот поэтому столько стоит нет силы нахуй сколько весит по вообще справедливости ради есть такая страна как турция которой видимо мы стремимся потому что там мерседес 1 и 6 литра мотор какой-нибудь часть я блядь с 160 блядь я не вершится таким грубым образом стоит 30 миллионов рублей какой-нибудь c 180 тут у нас он стоит дай бог ну ляма 3 с половой 4 может не знаю там у них 30 35 вообще с кайфом вы кто в турции был вы не замечали там машинки такие простенькие едут и какая-нибудь если крутая проезжает то это обязательно c 180 ну короче самый низ если бэха то это обязательно не м к тому же м к очень дорого стоит м к там лямов 60 наверно будет стоить то есть вы можете зайти на турецкий сайт по тарку по торговле автомобилем и посмотреть на суммы вы видите просто там наценка что-то 400 процентов что с машины это потому что машину будет невыгодно привозить уменьшается спрос если концерн хочет про то а то по норм цене и без проблем пожалуйста зеот у асафьева есть но нет завода понимаешь нету нету завода сейчас соответственно как типа ну это усложнение жизни людям опять же я это так вижу понятно что в перспективе да открывай тут завод тебе будет выгоднее это все делать вы же в курсе что сейчас происходит какие заводы тут и потом выходит какой-то чел и говорит у нас почему вы лада круче чем mercedes это шо за прикол причем лада стоит тоже как дорого вы видели сколько у отечественного просто это какие три миллиона за ладу понятно что нам просто заворачивают но но скажите прямо в дискорде боли что-то писать там про украину например и все поймут что забанили нет говорят какие-то из ты бля вот на прямо людям говорите вопросов не будет блять меня просто вот это раздражает типа блять что-то выдумали какие-то кабана в жопу что это вообще за тема какая-то глупая для бана сказали бы типа там пользуются как вот так то так то в таких-то целях все все поняли бы смешные понимаете смешные вот эти вот причины для блокировки вот я про чё говорю быть список каналов где это все распространяют я подобно в дискорде вообще никогда не встречал не отрицаю что я вот знаете кто вот тут поговорка и очень хорошо ложится кто ищет тот всегда найдет и сколько бы ты сайтов не перебанил все равно найдут в этом и прикол но невозможно интернет вот так перекрыть ну невозможно это такое возможно опять же в любой соцсети можно я за последний раз про река я на смотрю заебали все что угодно распространяет но как по мне админы и модеры дискорда работают весьма быстро ведь довольно известный блогер харчевников пытался найти хоть какую-то там запрещенку в этом дискорде вашем и ничего плохого он там толком не обнаружил это все к тому факту что возможно rkn потребовал удалить на самом деле не такие уж и противоправные сообщения ведь если бы действительно не и корее я лично занимаюсь всеми долгами душа да 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 у нас есть дилеры китая а их не покупали ты . каусер и дилерам было дешевле да 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 понятно что это вот я тут поверхностно все рассуждающие же тачки китай нам везут официально все салоны которые были бмв стали лифан у или еще что-то вы обратите внимание возможно кто-то рядом с салоном живет смотрите в этом значок там же сменился на то в китае видительно были какие-то страшные ds сервера где там была и цешка и pdf к и все такое то я думаю мы точно бы они знали и модрый ds а точно бы их удалили типа rkn ведь может посчитать запрещенным материалом вообще любые фотографии допустим фотки с котятами не с теми котятами а с реальными котятами и вот правильно ли будет со стороны дискорда это удаляет правильно ли будет подчиняться вот этому требованию конечно же нет учитывая что вашей любимой социальной сети вконтакте запрещенных материалов можно найти с легкостью база да и даже искать не нужно и жить это мною шпраца понятное дело чтобы бабки крутились в стране были за иоды они выводят база 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 коррова рубит щепки летят ждем победу и уже можно о будущем думать нынешней политикой и ценами на то смотрю китайца уже нашел перегонщика за сток привезет выходит в два раза дешевле примерно чем вафат дилера алло кто там сказал что у меня тут соя посмотри донат какой был сидит на блять аноним и были у меня тут все подряд и соя и не соя все у меня тут у меня все тут мы все тут смотрим youtube дневно многим приходит сообщение о той самой работе за 80 тысяч рублей в неделю где вам нужно берет по райончикам и раскидывать пакетики потому что вконтакте как будто бы вообще нет модерации спрос тогда почему не блокируют вконтакте потому что ты тупой блять на несколько ответов первый его ответ вконтакте это вообще другой выкаете создать сообщество юблик обо на хайп же чине корт это все как бы отдельно обсуждается какая разница что во вконтакте учить идет о дискорде какая разница что у другого я тут поспоришь кстати это это позиция имеет смысл в спорах но она ложная потому что мы обсуждаем дискорд или youtube ага то есть одним платформам необходимо удалять абсолютно все материалы либо их блокируют а в к это вообще другое так что ли да блять иди нахуй окей я тебя понял ну вообще дальше наш друг все-таки пытается какой-то обе кого-то напоминает знаете только этот слоняра а там не слоняра получается типа и чё ответ высрать якобы века вообще-то подчиняется законам рф и по требованиям ркн удаляет все материалы роскомнадзор обращается к века и говорит удали вот эти страницы в к их удаляет и к нему нет претензий представляешь потому что претензии не к тому что эти страницы есть а к тому удаляют их или нет только у меня один вопрос вы каждый все еще остается запрещенный контент прямо сейчас да блять иди нахуй смотри я действую по твоей логике ds не выполняет все требования ркн а и не удаляет все запрещено и поэтому его блокируют а вы к видимо не должны все это выполнять того что ты два раза и повторишь но она не станет смешнее хуйня это материалы все еще могут оставаться на площадке одно и не связанным с другим понимаешь когда ркн делает запросы во вконтакте удалите какую-то ну пример вот он какой-то неправильную страницу пока ее удаляет вопрос не в том если на сервисе что-то нелегально а в том как на запросы реагирует сам сервис вот эти тупые люди не понимают несколько простых вещей давайте я объясню люди пишут вот почему блокируют допустим youtube но не блокирует вконтакте хотя во вконтакте там есть к это порно или там группы порно есть здесь ребята ёбаный сыр порно да хули вы смеетесь порнхаб то не родили работает вообще без випена так вообще гг гирует на требования роскомнадзора и других органов вопрос как платформы реагирует на требования контролирующих органов а вопрос лишь том как именно платформа реагируют на обращение от ркм вот вконтакте они молодцы они реагируют правильно а дискорд видимо ну неправильно реагируют при этом вк запрещен киновалом а в дискорде и и как бы в разы меньше логика просто потрясали если они ну погоди заблокировали реально забанили прикиньте потому что там волк ходит курит проблема-то не в мультиках а проблема в курящих родителях и наверное вы не хотите сигареты например запретить тогда зачем тут много денег дают нет чуваки вы еще раз это послушайте многие не все ты понимаешь многие не все насколько надо быть тупым чтобы ну раз дискорд выполнил многие требования у этого доста нет нужно выполнить все требования иначе будет фарангаб заблочили чтобы порно ног видео смотрели сперма дрочер и не что-то короче я не знаю ладно бы был какой-то чел который бы реально конструктивно взял бы и рассказал почему надо блокировать я такой ну ладно так это вообще какой-то реально вот у меня у тебя был реально тейк ты бы мог реально раз грубо говоря вкинуть вообще чего угодно и это могло бы даже услышать куплен может реально не просто так забанили сидит какую-то жижную несет дрочишь бан не хочешь садить детей бан садись мокнул щечку друга бан а когда небо что непонятного дискорд выполняет многие требования детей да конечно поэтому банк за это реально вам почему тогда вы кай выполняет не все требования как бы мы его до сих пор не получаем понимаете вот приходит запрос от рк навыка они удаляют сообщение а еще 500 сообщений как бы остаются но когда в дискорде где-то там какие-то сообщения которые нарушают закон не удалили все дискорд мы блокируем если вдруг подумали или скажете мне зачем проблема в оперативности удаления такого контента очевидно что в дискорде не поддерживается какие-то там стили как собрать просто проблема заключается в том скорость реакции самой площадки на это ну блять когда у тебя там до пользователей и она там использую ну я не знаю в 60 миллионов пользователей но это нереально вот максимально быстро и эффективно реагировать на это то есть дают 24 часа но вы же понимаете что это невозможно запонить шрека хули он вот этого мужика и что вообще-то века очень большая соцсети не успевает весь контент чистить и модерировать что у бандита есть весьма завтра роскомнадзор запрещает всем шутить поэтому на работу все завтра должны в школу пойти с серьезными ебальниками правильный на это ответ успевайте это ваши проблемы у меня про потому что от шуток кто-то станет геем шутки про геев запрещены почему вот такие ватаны не могут просто вот взять и признать тот факт что ркн и власти россии делают что хотят не ссылаясь ни на законе на кита моральные принципы им плевать они же сами это все и ну ладно понятно типа бабе без баба это все очевидно и понятно просто уже пол 11 там и только это для пола уже про это смотреть дайте что-то другое блин что-то другое